Добрый день, здравствуйте, уважаемые присутствующие, слушатели. И теперь вот в теории к практике мы поделимся своим опытом использования такого метода, как РНК-секвенирование в диагностике опухолей мягких тканей у детей. Вот здесь и далее под секвенированием РНК, также мы привыкли в научной литературе встречать название РНК-сек, я буду говорить о технике секвенирования, в основе которой лежит РЖС, высокопроизводительное секвенирование для определения структуры РНК и её количества биообразцев в определённый конкретный момент. Можно также сказать, что это анализ непрерывно меняющегося клеточного профиля, а по сути технически в процессе происходит высокопроизводительное секвенирование, комплементарное ДНК. В научной литературе мы привыкли встречать по отношению к этому методу эпитет исчерпывающий. Есть даже много специализированных статей по оценке такой характеристики, в которых приводится доказательство, что с помощью РНК-секвенирования можно опосредованно выявлять практически весь спектр генетических нарушений, скажем, от аноноплиативных замен до химерных транскриптов. В научных исследованиях этот метод применяется очень широко. Он позволяет, если мы говорим об онкологии, например, на основе анализа дифференциальной экспрессии генов, антиновые молекулярно-биологические подгруппы заболевания, которые при соотнесении их с клиникой и морфологией могут перевернуть понимание биологии опыли и тактики лечения. Мы видим результат таких научных исследований в постоянной и довольно глобально меняющейся классификации мозг при мягких тканях. Можно сказать, что изменения классификации МОК 2020 года произошли на 90% благодаря исследованиям с помощью метода РНК-секвенирования. В названии категорий подгрупп мы видим уже конкретный ген или конкретное генетическое событие. РНК-секвенирование – это очень популярный, одна из наиболее широко используемых техник в Life Science. Используется при их разработке лекарственных препаратов, диагностике и прогностике онкозаболеваний. Для опухолей и мягких тканей у детей характерно наиболее частое патогенетическое структурное изменение. Это хромосомная перестройка, которая приводит к формированию химерного онкогенного транскрипта. В подтверждении этому множество публикаций. На слайде представлены результаты в виде боковой диаграммы. Это анализ большого количества опухолей в китайской пропорции пациентов. Практически в каждом случае бывает кандидатный химерный транскрипт. Если посмотреть на диаграмму, мы видим с одной стороны один ген, другой напротив второй ген-партнер, участвующий в химерном транскрипте. Также можно заметить, что большинство случаев уникальны. Если немного рассказать про новую часть исследований, то выбор его варианта из десятка имеющихся будет напрямую зависеть от биоматериала. Наиболее правильным и точным будет использование качественно замороженной ткани опухоли. Так делают большие центры, где организован такой процессинг тканей. РНК при этом выделяется из ткани довольно сохранной, с низкой степенью деградацией. Ну а часть других исследователей, и мы вместе с ними, делаем РНК-секвенирование на образцах фиксированных, помолиния и заключенных в парафии. РНК из таких образцов высоко деградировано. Если обращенно они искут представить РНК в виде, то цепочки РНК из ОПЕ образцов очень короткие. Иногда меньше стану приотидов. К слову сказать, в таких образцах даже невозможно подобрать праймеры и разработать специфичный ПЦР. А готовый стандартный ПЦР в режиме реального времени могут давать сложно отрицательный результат. То есть ПЦР может просто не работать. На самом деле есть ряд преимуществ в работе с ОПЕ, потому что мы берем точно известную, проверенную, охарактеризованную протоками опухоль с известным процентом опухоли ткани в образце. Менее чем за год мы проанализировали с помощью этого метода уже 35 опухолей мягких тканей. На слайде представлено распределение по анзолатическим единицам и по типам. Большая часть из них – это недифференцированные саркомы, с которых мы, собственно, и начали использование этого метода в рамках международного проекта с японцами по генетическому характеристике недифференцированных сарком. Ну и здесь мы поняли, что у нас всё получается, и мы находим интересные редкие вещи. Далее сформировался такой уже некий, так сказать, стихийный поток других опухолей с редкой морфологией гистохимии, нуждающихся в уточнении диагноза или поиске внушений для таргетной терапии. Например, рабдомиосаркомы с нетипичной морфологией и по одному-два кейса других редких вариантов. Вот здесь на слайде, видя вот такой вот круговой диаграммы, представлены все результаты наших исследований. По нашим находкам среди 35 образцов у нас получилось обнаружить 31 гимерный онкогенный транскрипт. В одном случае дубликацию нескольких зонок генов. И три случая сейчас ещё находятся в работе. Таким образом, на настоящий момент мы можем сказать, что эффективность метода очень высокая, она составила 91%. Здесь мы можем увидеть, что все химерные транскрипты в нашей селектированной комборте уникальны. Такой успех, высокая эффективность находок, наверное, кроется в правильной тактике выбора применения этого метода относительно каждого конкретного случая. Например, одна из самых частых опыта юбилейской онкологии рабдомиосаркома, её эмбриональный подтип, самый частый встречающийся подтип рабдомиосарком, для которого характерны герминальные варианты мутации, соответствующие различным синдромам, в том числе так называемым синдромом РАС, то есть с участием в генезе генов семейства РАС, где встречаются и точковые мутации, и различные МДЭЛы. Но останавливаться здесь не буду, об этом подробнее расскажет следующий спикер, моя коллега. Также мы видим, что встречаются соматические варианты, для которых характерен небольшой спектр генов, и знаем, что это также в основном точковые мутации РАС и РАС. Кроме того, встречаются изменения в числе обе генов и числе хромосомы. Мы понимаем, что эту диагностическую задачу можно решить гораздо проще с помощью фиш, ПЦР, сегминирования пассенгера или небольших таргетных АПЖС-панелей. Также известно, что в 20% случаев не находится драйверная мутация, и вот как раз такие вот случаи можно исследовать с помощью РАС. Для подгруппы авиолярной радуэмиосеркомы основными драйверными событиями являются перестройка 2-13 хромосомы и повторяющиеся однообразные транскрипты ПАКС-3-ФОКС-1 и ПАКС-7-ФОКС-1, которые легко определяются с помощью ФИШ и ПЦР в режиме реального времени. Другие химионные транскрипты очень редки, и парадически так же встречаются новые верные транскрипты. Для подгруппы вертенок-клеточных колерозирующих радуэмиосерком мы видим довольно большой спектр различных химионных транскриптов и мутации в подспоте гена миодиа-1, характерную для одной из подгруппы радуэмиосерком. После применения ПЦР, сегмира, все остальные варианты можно также смело отправлять на РНК-сегминирование. Если говорить о наших находках в этой группе, то мы встретили три транскрипта с участием генов рецепторных теразинкеназ в группе эмбриональной радуэмиосеркома. Один случай попал на исследование сабиолярной ампологией. Это как раз случай, когда ПЦР давал отрицательный результат за высокую гибрадоцинку. И в группе свертенок-клеточной и эмбрионной аморфологии вариант с перестройкой гена ЕБСР. Это крайне редкий подтип, с которым не каждому патологу, не каждому врачу, онкологу приходится встретиться в его практике. Но давайте остановимся подробнее на этом интересном случае. Это девочка, 16 лет, с новообразованием в нижней челюсти, очень агрессивным ростом у кухоли, с множественными педостазами, резистентностью химиотерапии. Я привела на слайде такое большое количество информации для того, чтобы проследить тайминг, как в течение четырёх месяцев менялся её диагноз, и что на самом деле никто до конца не представлял, с чем имеет дело. После четырёх месяцев уже у нас, нашими патологами, был выставлен диагноз раптогнозаркома. После применения разных опций, химиотерапии, чугой терапии, наблюдался продолженный рост у кухоли. И вот ввиду её такой крайней агрессивности, типичной морфологии с эпителиоидным компонентом и ростом в кости было назначено на обследование для верификации диагноза. Основные транскрипты, характерные для ЭМС, были исключены. И далее было назначено НЖС-исследование с помощью таргетной панели на ДНК для поиска точковых мутаций. И выявлен патогенный соматический вариант гения ТП-53, который имел прогностическую коммуническую значимость. Но, к сожалению, никак приснял дело с диагнозом, ввиду неспецифичности мутации в этом гене, которые встречаются при многих вариантах опыта. Карактерно, параллельно материалу был послан наверняка секвенирование. В результате которого был найден химерный транскрипт ЕВСР1-ТФЦП-2. И при поиске публикаций по этому транскрипту оказалось, что момент делал с очень резким вариантом рандомиосаркома. Всего в мире на тот момент было выявлено и описано 25 таких случаев. И все с аптелеоидной версионной клетчатой морфологии и предрасположенность опыта просто в кости. С крайне агрессивным течением, большинство с летальным исходом. Также помимо этого опухоли наблюдали в Аверэкспрессию АЛК. Мы тоже провели АЛК-исследование. Также нашли Аверэкспрессию, назначили таргетный препарат, АЛК-ингибитор, при затенении, по сожалению, эффекта не добились. И до отсутствия опции терапии пациентка была выписана на палеотивное лечение. Через месяц пришел результат референса, пересмотр материала из Бостона, который также подтвердил данный вариант опухоли. Вот такой случай, можно сказать, диагностической одиссеи. Случай про тайминг, диагностику и роли РНК-сиклинирования при столкновении с очень редкими вариантами опухоли. Для нас он вообще оказался первым в практике. Вторая частая опухоль у детей вынесена сейчас в отдельную категорию. Это не дитеринцированные мелкопоклеточные саркомы костей и мягких тканей. Это саркомы Юинга, для которых характерно наличие практически в 100% случаев двух химерных транскриптов к участию в гене Девайсер-1, которые можно исключать привычный нам ПЦР в режиме реального времени и совершенно небольшой долей других химерных транскриптов. Другой по типу крайне редкий, так называемый Юинсер-1-КСи, также характеризуется наличие нескольких вариантов химерных транскриптов. Они известны. И здесь надо сказать, что, к сожалению, ввиду редкой встречаемости этого варианта опухоли, для корректного использования пицерни, необходимо сначала выявить хотя бы один положительный образец. ЦИС-перестроенная саркома. В 95% случаев выявляется ЦИС-ДУКС-4 химерный транскрипт, 5% другое множество химерных транскриптов. В этой группе ремкосиклинирование может стать основным методом для постановки молекулярного диагноза. Ввиду того, что известно по публикованной эти статьи в 20-40% случаев ФИШ-ЦР дают можно отрицательные результаты из-за структурных сложностей тромосомной перестройки. Молекулярный диагноз здесь имеет крайне важное значение, поскольку такие упали ведут себя высокоагрессивно, исход при них хуже, чем при саркоме Юинга и Бигорсаркома. В целом прогноз крайне неблагоприятный и пятилетняя общая желаемость составляет порядка 40%. Подгруппа недифференцированных многокруглоклеточных сарком с генетическим нарушением в гене Бигор встречается гораздо реже, чем, например, саркома Юинга. В основном здесь химерные транскрипты с участием в гене Бигор. В 90% случаев это транскрипт Бигорсиси Би-3. Лечение этой группы ведется по протоколам саркома Юинга с аналогичной и пятилетней общей выживаемостью по 75%. Значительная часть пациентов имеют статическую форму заболевания, а исход в данной группе недостаточно прошел определен и до редкой встречаемости и недостаточного количества пациентов. Активные размышления идут по поводу оптимизации лечения этой группы, так как нарушение в гене Би-4 приводит в оверэкспрессии генов семейства ХОКС, активации СХ и сигнальных путей, когда есть другая терапевтическая опция применения препаратов такидной терапии. В результате анализа по этой группе недифференцированных САРКОМ, мы столкнулись с практически полным спектром всех известных вариантов Би-4 САРКОМ. На более частые разработки этой системы по зарубежению реального времени отвалидировали их, так как получили положительные контроли. И вот за последние два месяца выявили еще три случая с Би-4 ССМ-Б3 перспективно. Но не только у нас, у наших областных подолгов появился положительный контроль. И теперь такие случаи отфильтроваются на этапе ИГХ и в рекомендациях от патологов мы видим очень конкретно очень узкую зону молекулярного исследования, что не может радовать всех участников этого диагностического процесса. Другой случай это часто известный и просто определяемый суберный транскрипт при саркоме ЕВС Раденберг расследует этот случай, почему и вообще как он попал в исследование методов кассифирования, мы видели следующий алгоритм, что по заключению подолгов была такая некая диагностическая дилемма и дифференциальный диагноз состоял между саркома Юинга и дифференцированной нейропластомой. ими было рекомендовано исключение генетических операций гена ЕВС Раденберг по стандартной схеме пациент пошел на фиш исследование на перестройку гена ЕВС Раденберг оно дало отрицательные результаты, далее ввиду подозрения на некие редкие случаи отправили на эракасик ленирование, в результате которого нашли известный часто встречающийся химирный транскрипт, который должен определяться с помощью фиш исследования, стали разбираться и нашли вот такую статью про аналогичные проблемы. Оказалось, что кновеного фиш зонда при КПА недостаточно и он дает отрицательные результаты ввиду того, что в 50% случаев такой перестройки сопровождаются такой инверсией ген ЕВС Раденберг вместе с перестройкой. А вот Раденберг успешно работает на оба варианта и этот случай показал нам, что методом выбора для нас в таких случаях служит ПЦР режим реального времени, а не фиш. Другие очень редкие накладканы опухолей у детей составили 11 случаев в нашей когорте, направленные на тот метод исследования. Большинство было проанализировано в единичных вариантах с абсолютно уникальными транскриптами. Рассказывать про каждый к сожалению не хватит времени, но мы можем видеть, что в двух случаях это опухоли с химиотранскриптами с участием генов рецепторных теразинки нас, и эти и другие с описанными подограммоничными для каждого варианта опухоли транскриптами. Единственная совсем такая новая находка, обращающая на себя внимание в этой группе тежимерный транскрипт ПАНКС-3 и один на котором мы остановимся в этом внимании. Это девочка 13 лет с объемным образованием височной подвисочной ямок слева. В процессе диагностики оказалось, что и спектр исследований, которые выполняют патологи, позволил достоверно провести диагностику между эпителиоидной остеопластомой и остеопластомоподобным вариантом классической остеосаркомы ввиду эпителиоидной ее морфологии и позитивными маркерами остеопластной дифференцировки. Довольно быстро поняли, что надо сразу управлять на линкосиклинирование, потому что в случае довольно уникального сочетания морфологии и иммунопрофиля и через полтора месяца получили результат, был выявлен новый химерный транскрипт панэкстривли-1, кроме того, были найдены публикации о шести случаях эпителиоидных опухолей с перестройкой гена глимпи, и только один из них локализовался в кости. И таким образом мы нашли случай с довольно уникальной биологией и с новым неописанным ранее химерным транскриптом. Опухоли с перестройкой гена гли рассматриваются также в контексте возможной опции лечения таргетными препаратами в рядах САЧ-ингибиторов. Ну вот, если в целом говорить про использование косиклинирования в ключе именно поиска решений для таргетной терапии, то самая привлекательная группа в этом смысле это опухоли с химерными онкогенами с вовлечением перестройку генов рецепторных теразин кеназ. На сайте представлены все случаи, которые были найдены с такими вариантами. Они составили практически одну четвёртую часть от всех исследуемых образцов. В их составе и случаях из отдельной категории, из классификации ВОЗ — это излокачественная фосфатурическая мезонхимальная опухоль и веретеноклеточная опухоль с перестройкой НТРК. НТРК перестроенные веретеноклеточные опухоли за исключением отдельной непросаркомы представляют отдельную группу редких мягкотканных опухолей. Это довольно широкий спектр морфологий и гистологических грейдов. Большинство опухолей появляются в первые две декады жизни, презентируя преимущественно в 10% случаев у детей. Большинство опухолей этой группы низкой степени высококачественности, но некоторые имеют грейд выше. Опухоли с высокой степенью злокачественности могут демонстрировать агрессивное клиническое лечение с метастатическим распространением в легкие и другие органы. И именно таким пациентам в первую очередь необходимо использовать рентгаз кмирования для поиска решений с целью назначения таргетной терапии. Сейчас в эту группу входит либо фиброматоз подобные нейрональные опухоли НТРК позитивные неизвестные опухоли напоминающие оболочки периферических нервов. Большинство из них несут НТРК один химерный транскрипт. Имеют множество партнеров и форм и внутрихромосомные интерстициальные делеции ЛМА гена или инверсия в генах ТПР у нас это случай дифференной вертиноклеточной саркомы. ТПМ3 с диагнозом эмбриональной раптинной саркомы редко встречаются НТРК2 и НТРК3 химерные транскрипты. РАФ1 и БИРАФ химерные транскрипты имеют тоже схожую опухоли напоминающие опухоли ополочки периферических нервов. У нас в основном эти опухоли приходили от патологов как эмбриональная раптинная саркома. В целом у нас в этой группе хорошая представленность всех вариантов соответствующих описанных подгруппам. И сейчас эта группа пациентов тоже поступает к нам с конкретным рекомендованным алгоритмом популярной диагностики патологов. И предпоследний слайд. Заканчивая свой доклад, если говорить про технические аспекты использования методов диагностики, это, конечно, отметить высокую стоимость, техническую сложности, большие временные затраты на исполнение мокрой части работы, подготовки образца саквилирования, большое количество данных, техническую сложности анализа, интерпретация, в общем, с которыми должен справляться хороший, высоко квалифицированный специалист. Если говорить глобально, то на самом деле, конечно, ЛНК-саквилирование это очень мощный инструмент для исследования биологии опухоли мягких тканей, в том числе и у детей. Благодарю вас за внимание, спасибо сотрудникам центра, которые участвовали и продолжают участвовать в этой работе, и спасибо фонду наук детям, который, собственно, и, так скажем, финансирует эти исследования и благодаря такому финансированию эти редкие случаи имеют, так скажем, свой диагностический финал. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!